Всем привет! Добро пожаловать на канал ProcBlog.TV и в Ванкувер. Меня зовут Вика, а рядом со мной Павел. Я думаю, что его лицо для вас знакомо, поскольку он ведет также YouTube-канал о жизни и работе в Ванкувере. Называется канал «Двое в Каной». Ссылочку на него вы найдете в описании к этому видео. Но сегодня мы поговорим о том, как найти работу в Ванкувере, насколько здесь развита IT-индустрия и вообще о твоем пути в программирование. Я знаю, что твое образование, по крайней мере первое, оно никак не связано с программированием. И с чем оно связано, расскажи. Да, это правда. На самом деле интересно, что в школе я на самом деле всегда увлекался программированием. То есть я программировал на Basic, на Pascal, на таких простых языках. Но когда я закончил школу, это были 2000-е годы, как раз начало 2000-х. Это был .NET-кризис, когда очень многие программисты стали невостребованными, когда эта профессия перестала быть немножко такой престижной. И я решил, что мне лучше двигаться в гуманитарное направление. И мое первое образование, это было юриспруденция в городе Нижнем Новгороде. Я получил юридическое образование на очном факультете. И заочно я получил еще второе образование, которое тоже было гуманитарным, это финансы. Ну а как же ты оказался в IT? В IT я оказался, когда уже мы переехали с Владой, с моей женой сюда в Канаду. Я решил, что мне нужно менять мое направление деятельности. Для этого было несколько причин. Первая причина – мой язык не был идеальным. То есть мы переехали в Монреаль, и Монреаль – это двуязычный город. Мой французский и мой английский были достаточно на таком среднем уровне. И по моим специальностям, по юриспруденции и по финансам мне было сложно найти работу. И я решил, что мне нужно куда-то двигаться более в техническое направление, в IT-направление. У меня после того, как я закончил в России свое образование, у меня был уже какой-то опыт работы в IT-компании. Я работал специалистом по внедрению программного продукта. И я решил, что мне нужно углубляться дальше в IT-сферу. Я рассматривал такие варианты, как стать, может быть, QA-тестировщиком, или, может быть, бизнес-аналистом, да, проект-менеджмент и программирование. И вот мне больше всего понравилась идея стать веб-программистом. И как раз в Монреале, в университете Конкорде появилась очень удачная программа, которая так и называется веб-программирование, где дают азы для того, чтобы начать заниматься веб-программированием, чтобы начать развиваться в этом. Давай немножко еще предысторию о том, как вы все-таки переехали в Канаду. Это какая-то была специальная программа? Ты приехал на учебу или сразу работать? Когда мы с моей женой решили, что неплохо бы иммигрировать куда-то, что нужно что-то менять, мы стали изучать очень много разных программ по иммиграции. Мы думали о том, чтобы иммигрировать, может быть, в Англию, в Великобританию, в США. И вот мы узнали про Канаду и узнали про то, что в Канаде есть такая возможность, как переехать по провинциальной программе провинции Квебек. Для этого нужно всего выучить французский язык. И мой язык французский был никакой, нулевой. То есть мне пришлось выучить французский язык с нуля, но за год я как бы сумел это сделать. И мы подали наши документы по этой провинциальной программе. И, собственно, через год мы уже оказались здесь, в Канаде. То есть у нас появились все документы. Мы стали постоянными резидентами Канады. Нам выдали визу постоянного резидента. И мы переехали сюда, в Канаду. И потом ты решил уже идти в университет изучать веб-программировку. Да, но первое время, так как у меня еще не было программерского образования, я устроился на работу, так сказать, survival job. То есть на первое время, чтобы поддержать как-то нашу семью. И учеба была после работы. То есть я каждый день работал. И после работы где-то 6 до 10 вечера я занимался ученой где-то 4 часа в день. И это было каждый день. Было достаточно сложно. А сколько заняло у тебя обучение? Дело в том, что канадская система обучения и система обучения вот в этом университете Конкорде заключается в том, что ты можешь брать количество предметов самостоятельно. То есть одну и ту же программу можно растянуть на 3 года, можно на 2 года. Но я постарался все это сжать, чтобы уложиться в 1 год. То есть я набрал максимальное количество предметов и постарался за год все это закончить. Собственно, у меня это получилось. То есть через год уже был диплом. Тогда расскажи о том, что вы изучали. Какие предметы у тебя были? Ну, это были базовые предметы по веб-программированию. Такие как backend на основе PHP, frontend, это JavaScript, CSS, HTML. Мы учили базы данных, SQL-запросы, также новой SQL базы данных и прочие субэды какие-то, которые более всего востребованы. То есть нам дали какую-то такую базу. И с этой базой, в принципе, можно было найти какую-то работу джуниором. Но я все еще считаю, что этих знаний было недостаточно. Поэтому я продолжал учить еще в свободное время. После этого у меня еще оставалось свободное время. И в это свободное время я продолжал учить веб-программирование самостоятельно. А какие ресурсы ты использовал для изучения самостоятельного? Я использовал очень много YouTube-ресурсов, так как сейчас много людей выкладывают какие-то туториалы на YouTube. Также я использовал такие ресурсы, как W3School. Были ли у вас какие-то практические проекты? Были маленькие проекты. Я бы не назвал их такие большие. Как бы практические проекты. Но были маленькие проекты, которые, в принципе, давали какое-то понимание о том, как работать с технологиями. Например, для бэкэнда мы создали небольшой форум, где можно было оставлять комментарии. Дальше по фронт-энду нам тоже давали такое небольшое задание сделать динамическую страницу, веб-страницу, сделать стили для нее в CSS и прикрутить какие-то JavaScript-фишки, да. То есть JavaScript-функциональность какой-то. Собственно, это было все. Это были достаточно простые проекты. Тогда перейдем к поискам работы. Это самое интересное и самое сложное. Давай начнем, наверное, с резюме. Вот ты заканчиваешь обучение и решаешь составить резюме. Есть ли какие-то принципиальные отличия между резюме в России, которым ты составлял, и резюме, которое нужно для канадского рынка? Я знаю, что у тебя есть, поэтому, отдельное видео, поэтому, если у вас это очень интересно, то вы не забывайте заглянуть на канал. Ну, вот вкратце. Ну, вкратце отличия, конечно, есть. Во-первых, я не знаю, сейчас изменилось за 6 лет, которые я отсутствовал в России или нет, но когда я искал работу в России, нужно было прикладывать фотографию к своему резюме и нужно было указывать свой возраст. И в некоторых вакансиях даже говорилось, какой возраст нужен сотрудник с какого возраста. Например, от 27 до 35 лет. И здесь в Канаде это считается дискриминацией, то есть дискриминацией по возрасту. Здесь нельзя указывать такие рамки возрастные. И, соответственно, сотрудник в резюме тоже не может указывать свой возраст. Также нельзя прикладывать фотографии, потому что здесь это не принято. Дискриминация по внешности, опять же. В принципе, наверное, это будут основные отличия. Угу. Хорошо. А что касается поисков работы? Ну, расскажи, как они у тебя проходили, с какими сложностями ты сталкивался? Угу. Значит, когда я начал уже учиться в Конкорде, я уже сразу начал задуматься о том, что мне нужно будет искать работу. И я стал работать сам над своим профайлом. то есть я стал создавать свой сайт, сам используя технологии, которые я изучал, HTML, CSS, JavaScript. Я сам создал свою страничку и постарался прикрутить как можно больше всяких функциональных вещей на JavaScript, которые я учил. Так же я сделал несколько примеров, так можно сказать, портфолио, примеров того, на что я способен в плане бэкэнда, в плане фронтэнда. Сделал несколько дополнительных сайтиков. Моя гордость была эта игра 21, которую я сделал полностью на веб-технологиях. И, значит, вот эти маленькие проектики, я разместил ссылки на них в своем основном сайте, в своем, можно сказать, сайт-резюме. И я давал работодателям ссылку на свой сайт, чтобы они ознакомились с моим сайтом. И я думаю, что это увеличило мои шансы в поиске работы. И свою первую работу по веб-программированию я нашел за полгода до получения диплома. То есть через полгода после начала обучения я уже получил свою первую работу, потому что у меня уже было что показать работодателю. Да, интересно. А как вообще проходят собеседования в канадские компании? Вот от звонка рекрутера и до принятия оффера. Ну, это зависит, во-первых, от компании, во-вторых, это зависит от того, значит, на какую позицию вас берут. То есть это джуниор, миддл или синер. Для синера это будет самое многоступенчатое, как правило, прохождение собеседований. Для джуниора, например, моя первая работа, как я уже сказал, я дал ссылку на свой проект небольшой, который я сделал, и меня пригласили после этого на собеседование. Собственно, я прошел это собеседование, и мне потом сообщили, что меня берут. Это было достаточно просто. Сейчас уже, когда у меня уровень уже выше, немножко собеседование проходит уже в больше этапов. То есть, как правило, это звонок от рекрутера, дальше это приглашение на собеседование, следующее это какие-то тестовые задания, то есть assignment могут дать на неделю, и потом проверяют этот assignment. И заключительное интервью, как правило, это встреча уже с командой, где они могут поспрашивать вопросы какие-то в связи с assignment, какие-то в связи с заданием, какие-то вопросы могут задать, могут попросить какие-то изменения внести в задание, и могут спросить, например, какие-то алгоритмы, какие-то вопросы технические и так далее. И уже на основе этих собеседований могут уже сделать предложение. Ты работаешь в стартапе? Можно сказать, перепродали меня американской компанией. Как ты организовываешь свое время? Сначала я просыпаюсь и иду в свой офис. Дорога занимает где-то около одной минуты. Сколько процентов от зарплаты у тебя остается после всех трат? На жизнь нам хватает.